Всем привет! И сегодня я продолжу начатую тему о личном персональном бизнес-плане. Как я уже говорил, очень много, огромное количество всяких примеров есть онлайн. Можно найти различные бизнес-планы, как они строятся и так далее. Вы можете этим заняться. Но то, что я вам рассказать хочу, это относится именно к персональной жизни. И я уже говорил о некоторых очень важных фундаментальных вещах. Я споткнулся об один комментарий. Человек говорит, я тут 10 минут прослушал и никакого типа толку, и не услышал ничего о бизнес-плане. То есть человек хочет магическую формулу. Ребята, я никому не обещаю магическую формулу. Никто не сможет дать вам магическую формулу, чтобы вы послушали, кивнули головой, согласились, пошли домой, легли спать, утром встали, у вас все поменялось. Весь бизнес-план состоит в комплексе из множества небольших вещей, которые на первый взгляд иногда кажутся ненужными, не такими важными. И поэтому они сбрасываются. И люди ожидают вот что-то такое, какое-то такое тайное знание, которое сделает вас сразу успешными во всех ваших делах. Так вот, шаг за шагом мы будем идти и говорить о том, что необходимо делать, чтобы ваш бизнес-план, он работал. И вот семейное положение, семейные отношения, они очень важны. Они очень важны. Нельзя сбрасывать со счетов семейное положение. Следующий шаг, о котором я хочу сказать, это образование или самообразование. Человеку необходимо много читать. И я это затрагивал и говорил о том, что мои знакомые, богатые люди, они очень много читают. И когда ты прочитал одну книгу, вроде ничего не видишь, никаких перемен. Читаешь вторую, третью, пятую, десятую. Это как растет цветок. Сразу не видно. Он там пророс. Ты на него смотришь каждый день, а он почти не движется. Но если ты посмотришь через неделю, через месяц, ты увидишь разницу. Поэтому, если ты будешь читать и читать правильные книги, они помогут сформатировать твое мышление. Они помогут найти очень важные точки опоры, на которые опирались люди, прошедшие этот путь до тебя. Поэтому чтение биографии, чтение мотивационной литературы, чтение финансовой литературы для того, чтобы быть финансово грамотным. Общаясь с людьми, я нахожу, что люди очень часто далеко финансово безграмотны. И я говорил когда-то это, но сейчас хочу повторить, что деньги любят уважение. Уважительное отношение. Если человек относится к деньгам неправильно, их у него никогда не будет. Если человек неуважительно относится ко времени, своему личному времени, которое ему отмерено на этой земле, конечно же, у него никогда не будет хватать времени. Мне иногда задают этот вопрос, Владимир, «Как вы всё успеваете?» Успеваю, потому что я пишу план. Я пишу план для себя. Раньше я писал на 5 лет, на год. Сейчас я сбросил вот эту тему 5 лет. Я пишу только на год и на месяц и ежедневный план. Каждый вечер или утро, в зависимости от ситуации, я сажусь, беру бумагу, у меня есть блокнот или тетрадь большая, и в ней я пишу всё, что мне необходимо сделать. То, что у меня в голове. Материализовать вот идеи. Мы все говорим, да, я помню, да, я знаю, но то, что не материализовано, то, что из духовного мира, из нашей головы, не принесено в этот материальный мир, оно не даст результата. Поэтому очень важно прописывать и проговаривать те вещи, которые вы хотите сделать. Библия учит тому, что успех бывает при множестве совещаний. Поэтому надо совещаться, разговаривать с близкими людьми тебе, с теми, с кем ты работаешь, или даже с самим собой поговорить. Это очень важно. Так вот, очень важно брать бумагу, карандаш, и каждое утро или каждый вечер садиться и прописывать предстоящий день. Прописывать его в деталях. Что ты хочешь, что ты планируешь, что тебе нужно. Когда пройдёт неделя, ты возвращаешься к твоим записям и начинаешь вычёркивать. Ты увидишь, как много вещей из того, что написано, сделано, и немножечко осталось. Я не говорю, что всё, что вы записали, необходимо вот прямо кровь из носу сделать сегодня. Нет. Оно может сделаться завтра, может сделаться чай в течение недели, но оно должно быть материализовано. Из области разума оно должно быть принесено в этот мир, в котором мы с вами живём, материальный мир. Поэтому все идеи, все желания, все планы вы просто выписываете в столбик, что вам надо делать. Я это делаю регулярно, я себе записываю, и потом, когда неделька проходит, я достаю мои записи и делаю анализ прожитой недели, я нахожу, что сделано очень много. Поэтому, кроме отношений в семье, раз, личного, духовного состояния, мы об этом ещё поговорим в будущем. Это очень важно. Если ты без настроения, тебе не будет хотеться работать, что-то делать, что-то записывать, что-то творчески подходить к твоей жизни, у тебя просто не будет настроения, у тебя будет депрессия. Вот поэтому об этом мы ещё поговорим в будущем. Но вот этот шаг, который я говорю, просто записывать. К вопросу финансов мы подойдём ещё дальше. Я вам расскажу, как планировать личные финансы, личные деньги, как их просчитывать, как их распределять. Об этом мы поговорим. Я не хочу сразу наваливать всё в кучу. Я хочу, чтобы мы запомнили и начали практиковать маленькие шажки к нашей цели. Итак, ребята, следующий этап – это садитесь и записывайте. Записывайте буквально всё. Это поможет вам дисциплинировать себя. Дисциплинировать себя в поступках и в вашем времени. Распределять вот это время. Это очень трудная задача. Это не так легко. Но при упражнении в этом вы научитесь это делать. Это поможет вам в будущем правильно распоряжаться временем и теми ресурсами, которые у вас будут, которые у вас будут приходить. Поэтому следующий шаг, который я вам сказал – это записывать. В следующем видео мы поговорим о личном духовном состоянии, о состоянии вашей души, о том, что многие люди, они очень негативные, а есть позитивные. Есть творческие, и есть абсолютно нетворческие люди. Поэтому об этом мы будем рассуждать. И финансы – это чуть-чуть дальше. Поэтому дождитесь, и я об этом вам расскажу. Но сегодня я говорю о том, что надо всё писать. На этом буду заканчивать моё коротенькое видео. Всем хорошего настроения, здоровья, благословений Божьих, успехов в ваших начинаниях. Ну, и, как всегда, до следующей встречи. Пока.